Люди замечательные. Если бы не они, то эта поездка, скорее всего, и не состоялась, говорит волонтер штаба. Вместе мы можем больше, разделяшим Суддинова. В одиночку собрать столько груза практически невозможно. За считанные дни усилиями различных нижнекамских волонтерских групп были сплетены сети, собраны медикаменты и другие необходимые вещи. Я даже не ожидала, что столько людей подключится, мы объявили сбор. Мы приобрели автомобиль для роты племянника. И согласовав это с командованием его части. И еще мы заказали при помощи всех нижнекамских, заказали дрон. Вот он должен прийти, и мы уже отправимся в путь. Сначала заедем в воинскую часть, отдадим это все ребятам, а потом уже отправимся в госпиталь, куда перевели мы племянника, еще не знаем. Но, надеюсь, все будет хорошо. Поедут волонтеры на трех машинах. Одна будет с прицепом. Получается примерно полторы тонны груза. Получат наши бойцы и приятные подарки от юных нижнекамцев. Также отправляем коробку с подарками. Это полотенчики. Ребятки приготовили. Полотенчики с георгиевской лентой. И рисунки, письма наших ребят. Здесь у нас и художественная школа, и сады, школы, которые находятся на территории. Волонтеры штаба вместе мы можем больше не в первый раз едут в зону СВО. Помощь получают все, кто в чем-либо нуждается. Это, пожалуй, самое важное в их миссии. Война – это наша общая беда. И нет у нас чужих, своих ребят. Там все наши ребята, которые каждый день отдают свои жизни за то, чтобы мы жили под мирным небом. Работа по сбору помощи в Нижнекамске идет ежедневно. По готовности конвои отправляются в зону СВО. Как говорят волонтеры, так будет продолжаться до полной победы наших солдат. Александр Халин, Илья Челноков. Новости НТР.